Ребят, перед тем, как мы начнём, хочу напомнить, что на нашем канале сейчас проходит розыгрыш Galaxy S9 Plus и Honor 10. У нас всё предельно честно. Разыгрывать девайсы мы будем в прямом эфире. Вся детальная информация по ссылке в описании. Настоятельно рекомендую участвовать. Привет всем, вы на канале AndroNews. Не так давно я записывал для вас видео, в котором мы говорили о смартфонах Vivo, что из себя представляет этот бренд. И на примере одного из их аппаратов я хотел показать, что процессоры MTK не такое уж и дно, как о них говорят. Но что-то пошло не так. Дело в том, что у Vivo есть довольно богатый опыт того, как оптимизировать прошивку под процессоры MediaTek. И для того, чтобы не создавать никакую интригу, скажу сразу, MTK это днище. У меня на полке уже около года лежит старенький аппарат Oppo F5, который, если говорить откровенно, и нафиг был никому не интересен, даже тогда, когда он был новинкой. А сейчас таки подавно. Но когда я заказал себе Oppo Find X, полный обзор которого будет уже совсем скоро, в ожидании его доставки, я решил всё-таки познакомиться со старой моделью Oppo, для того, чтобы понимать, что из себя представляет фирменный интерфейс ColorOS. И знаете что? После пары дней использования я понял, что со смартфоном что-то не так. Oppo F5 работает на базе процессора Helio P23, а его полные технические характеристики вы сейчас видите на своём экране. Несмотря на то, что здесь установлен процессор от компании Mediatek, смартфон работает просто обалденно. Обалденно и Mediatek, вещи несовместимые, подумаете вы. Я тоже офигел и решил на эту тему записать отдельное видео, для того, чтобы, так сказать, развеять стереотип. Это видео будет немного нестандартное. Я не буду вам расписывать все прелести и недостатки этого смартфона. Оно вам не надо. Как я уже сказал, данный девайс на сегодняшний день попросту не актуален. Но что вы скажете, если я всерьёз заявлю, что он работает ничем не хуже, чем какой-нибудь девайс на Snapdragon? Давайте пройдёмся по больным местам всех смартфонов на Mediatek. Разблокировка по лицу. Здесь эта функция работает стабильно и быстро. Сканер отпечатков пальцев тоже срабатывает мгновенно. Если сравнивать Oppo F5 со смартфоном Cubot Power, который работает на том же процессоре, это не то, чтобы небо и земля, а просто космос и ад. Живые обои от Google Pixel работают плавно, без фризов, к тому же даже не нагружают систему. На большинстве других смартфонов с чипсетами от Mediatek вместо анимированного участка обоев отображается чёрный квадрат. За всё время у меня не было никаких глюков и вылетов в приложении. Ещё процессоры MTK славятся диким тротлингом и нагревом, но я провёл тест, где Oppo F5 демонстрирует образцово-показательный уровень, а Cubot почти со старта слился в помойку. Ну а время автономной работы меня вообще ввергло в шок. Оцените сами, здесь установлен аккумулятор с ёмкостью 3200 мАч, процессор Mediatek с устаревшим техпроцессором, старый Android и 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Итак, как вы думаете, как долго такой смартфон проживёт от одного заряда? Вы наверняка будете удивлены, но мне его с лёгкостью хватает на два дня очень-очень активного использования. Я реально не щадил его, играл в игры, смотрел видосики, занимался кастомизацией, делал всякие фото, около 40 минут использовал GPS с дисплеем, выкрученным на полную яркость, и под вечер второго дня у меня осталось ещё 7% заряда. Я не знаю, как это назвать, кроме как магией. Я ни в коем случае не рекомендую вам покупать этот смартфон. Ну, во-первых, потому что он старый и поэтому не актуальный, и во-вторых, что удивительно, по-прежнему дорогой. И я ничего не хочу сказать, типа, если покупать смартфоны на Mediatek, то только от компании Oppo. Нет, их девайсы очень дорогие, необоснованно дорогие, и если говорить об их фирменном интерфейсе ColorS, он недалеко ушёл от Funtouch S, поэтому я не могу вам такого рекомендовать. Всё, что я хотел сказать в этом ролике, Mediatek действительно умеет делать нормальные процессоры, без преувеличения. Даже несмотря на то, что чипсет Helio P23 выполнен на базе 16-нанометрового техпроцесса, это всё равно отличный чип для смартфонов среднего ценового сегмента. Вся беда в производителях смартфонов, они попросту не занимаются оптимизацией операционной системы под МТК. Лично я для себя сделал именно такой вывод. Так сложилось, что компания Qualcomm несколько лет подряд незаконным методом конкурировала с прочими чипмейкерами, за что впоследствии антимонопольный комитет обязал её выплатить немалый штраф. Но в итоговой сложности Qualcomm всё равно осталась в плюсе. Судите сами, конкуренты повержены, а Android теперь изначально оптимизируется сразу по чипы Snapdragon. А всяким Mediatek, Kirin, Exynos и прочим чипмейкерам приходится своими силами заниматься оптимизацией операционной системы. В случае с Kirin, это основной процессор одного из крупнейших техногигантов, поскольку это продукт Huawei, который используется с серьёзными планами о покорении рынка мобильных устройств, с оптимизацией там полный порядок. Вылезали всё, что только можно было. Exynos хоть и является разработкой ещё более мощного бренда Samsung, но южнокорейский техногигант с не меньшей охотой делает смартфоны и на Snapdragon. Ну, потому что для рынка США, для американцев всегда всё самое лучшее, ведь они парни переборчивы, а для всего остального мира сойдёт, ведь реклама это двигатель прогресса. И только изредка смартфона из среднего сегмента получает бюджетные чипы от Snapdragon, да и то в основном топовые модели линейки, а так все остальные девайсы работают под управлением Exynos. По этой причине Samsung, конечно же, занимается оптимизацией Android под свои чипсеты. Им приходится это делать, потому что слишком много устройств работает под управлением этих процессоров. Но что касается Mediatek, они не производят смартфоны, и поэтому не могут заниматься их оптимизацией. Это должен делать производитель конечных устройств, отдельно для каждой новой модели. Но производителям тоже нет особого смысла заморачиваться над оптимизацией под MTK, потому что для этого требуются деньги и время, а если так, то проще взять Snapdragon и не парить себе мозг. Собственно, для всех своих более-менее значимых моделей они так и делают. Вот и получается, что Mediatek делает отличные дешевые чипсеты, но производители не занимаются оптимизацией под них. Для нас же, как для конечных потребителей, это не суть важна. Все равно покупать устройства на Mediatek не стоит. Но дело не в том, что процессоры Mediatek говно, а в том, что производители наплевательски относятся к покупателям аппаратов бюджетного сегмента. Вот так все одновременно легко и сложно. Участвуйте в нашем розыгрыше Galaxy S9 Plus и Honor 10. Подписывайтесь на этот канал, на второй канал, на наш канал в Телеграме. Ставьте пальцы вверх под этим роликом. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok